Привет, друзья! Нет, конечно, ничего лучше белой рубашки. Да. Или чёрный. Или синий. Но всё, что тебе к лицу... Друзья, как это интересно, правда? А вот я всё-таки нашёл этого казачка, который всё время нам обламывает кое-что там в интернете. Это так интересно, я потом вам расскажу, как я это сделал. Но сейчас я хочу сказать другое. Мы проведём в Зуме и будем обсуждать критерии науки для того, чтобы создавать дальше науку человечности в Зуме. И туда пригласим в Зум, конечно, любого желающего, который имеет желание поделиться своими соображениями по этому поводу. А про рубашку я так просто дурака валяю. А знаете почему? Я посмотрел в интернете, оказывается, кошечек там, розочек там, рубашечки там. О чём угодно можно говорить. Да, всё дело в том, как подписчиков собирать. Так вот, оказывается, просто это я вам тоже расскажу. Я всё вам расскажу. Вот видите, у меня крылышки. Крылышки. Как у Ангела. Крылышки такие. Я же занимаюсь изучением механизма работы мозга. И в основном я изучаю гениев, гениев и чемпионов мира. Как они там внутри устроены. Как они умеют что-то создавать новое. И как умеют побеждать и становиться лидерами мнений. Как они умеют это делать. За счёт чего. Я вам это тоже расскажу. А вот этот мозговой штурм в Зуме нам очень важен, нужен. Почему? Потому что я же вот приглашал туда 10 человек. Прошли 10 дней решающие. И 2 человека из этих 10 действительно к этому проявили серьёзный интерес. Потому что мы потом и переписывались, и готовимся. Они будут тоже участвовать. Но не в этой стадии сейчас, а чуть позже. Потому что один из них в отъезде сейчас находится. Не потому что в интернете он не может поучаствовать. Может. Просто он там сейчас очень сильно занят совсем другим делом. И я действительно и сам не хотел бы его отвлекать. Настолько он серьёзным делом занят. Дай Бог ему здоровья, и пускай это дело у него получится. И всем будет лучше. Второй. Есть. Да. А вот остальные 8. Оказалось. Сколько бы они не провозглашали. Как они заботятся не только о себе. Вдруг оказалось. О себе только заботятся. Да, 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 да. Так это интересно. Да. Я вообще стал смотреть интернет по-другому. С этой точки зрения. А сколько людей у нас, которые декларируют, что им не безразлично. Судьба народа, отчизны. Я в своё время в одной книжке написал «Заслужить бы в отчество отечество своё». Вот и они тоже хотят заслужить отчество отечество своё. Даже один из них фамилию себе такую придумал. Сразу понятно, что он патриот великий. Но вот дело-то в том, что людей, во-первых, которые на самом деле сами думают, мало оказывается, ведомые все, они комментируют, они что-то критикуют, они что-то там говорят по какому-то поводу, но они говорят в русле какого-то заданного кем-то, ну, можно сказать, шаблона, тренда, темы. Вы русле этой темы. Сами вопрос не поднимут, сами тему не создадут, а у кого-то берут. И они, самое интересное, я заметил, это же психология, они этого и сами не замечают. Вот влетело им в голову это, а он так и думает, что это он придумал. Да. Я это тоже наблюдаю. Как это интересно вообще. Как вообще человек устроен. Это очень интересно. Я вот изучаю, как гений устроены, как чемпионы устроены, и могу с помощью метода ключа смоделировать, активировать у любого человека, научить любого человека, как раскрепоститься, включить ресурсы, включить бессознательные механизмы, осознанно использовать то, что ему помогает в нужный момент, бессознательно. Ну да, у нас у всех есть эта гениальность, и внутренняя аптека, и все у нас есть у каждого. Но, к сожалению, мы не верим себе. Не верим себе, просто не верим себе. У нас появляются хорошие мысли, а мы себе не верим. Да, у нас вот интуитивно появляются хорошие мысли, а мы себе не верим. Нас не учили никогда верить в себя. Это правда. Это правда. Но я хочу на этот Zoom пригласить людей, которые хотят что-то сказать, и которые способны в этот момент все вместе какой-то общий, актуальный для всех нас теме, а именно наука человечности, потому что там должны быть критерии науки, потому что, когда я говорю слово наука человечности, все воспринимают это в основном, кто... Ну, школа-то наша понимает, о чем мы говорим, а вот люди посторонние, когда слышат наука человечности, они думают, что это фигура речи. Ну, то есть образ такой. Ну, и как-то и не обращают на это внимания. Ну, думают, ну и что там, наука человечности, ну и что, подумаешь, наука человечности. Слово «наука» они не замечают, они думают, что это метафора. Вы знаете, что самое интересное, капля камень точит, и в конечном счете уже даже я наблюдаю в интернете, что о человечности стали чаще говорить. И потому что жизнь заставляет это раз, может, они и сами додумываются, но именно после того, как мы начали это говорить, стало часто это получаться у разных людей, которые не в нашей школе. Но где-то они наш ролик видят, видят, и как-то им кажется, что это они сами придумали. Но до того, как мы начали говорить об этом, у них не было этого. Это я теперь точно знаю. Ну, поэтому очень хорошо, что они говорят об этом. Очень хорошо, что мы об этом говорим. И хорошо, что они нас теперь каким-то таким образом невольно поддерживают. Я и говорил изначально, что это пойдет как по закону цепной реакции. Чем чаще мы будем говорить о человечности, тем чаще это будут повторять, и тем чаще возбуждать в каждом из нас эти вечные человеческие, общечеловеческие ценности. Будить в человеке человека, а это очень важно. Поэтому им тоже спасибо. Ну, как всегда так бывает. Песня становится народной, и слава Богу. Слава Богу. Они, как масса этих сподвижников непроизвольных, сами того не подозревая, доведут эту идею до тех людей, которые думают, думающие. Они тоже о нас узнают и тоже к нам присоединятся. Это очень важно. Но все-таки рубашка белая, и крылышки белой рубашки. А самое главное, что не важно, чего говорить. А я уже кое-что сказал. И теперь я скажу главное. Вот слушайте, друзья. Вот я занимаюсь изучением, как работает мозг у гениев, чтобы любой человек мог себе это будить. А вот сейчас у меня новая тема возникла. Этого тоже никого не было никогда. Хочу заранее предупредить. Никогда ни у кого такой темы не было. Но я сейчас ее назову. Чтобы потом не было случайностей. Я буду изучать, как устроим механизм работы мозга по историческим фактам у пророков. Уже кое-что я понял, что пророки это не те, которые цифры называют, и даты называют, и имена называют, пророчествуют. Нет. Это выдающиеся по своей природе психологи. Которые знают, как работает у человека его психология. Это психологи выдающиеся. Ну, возьмите Христа, например. Христа возьмите к примеру, да, Бога-человека. Ну, возьмите, как он сказал, в чужом глазу бревна не увидать, а в чужом глазу пулинку видишь. Это же психолог. Это же психолог, выдающийся психолог. Там много-много можно провести примеров. Я хочу предложить до Зума, который мы начнем это производить, мы сейчас объявим, через несколько дней. А вы поищите эти всякие высказывания у пророков, у Магомета, у Христа, у Будды. У кого хотите высказывания. И вы обратите внимание теперь, какие они психологи. Потому что что значит пророчествовать? На самом деле пророчествовать, это знать природу человека, и поэтому легко понимать, что будет с ним, что будет с его историей, что будет с народом, что будет с человечеством, если ты хороший психолог. Правда же? Итак, домашнее задание, друзья. Пожалуйста, поищите цитаты, высказывания пророков о человеческой натуре, о человеческой природе. И вы будете просто изумлены. Какие же они все-таки психологи? Вот, оказывается, что такое пророк. До встречи, друзья. Объявляем скоро. Звон. Готовьте свое устройство. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!